Знаете, я хочу сказать, у меня дедушка и его родной брат, двоюродный дедушка, они прошли войну, все. Один был полковник-строитель, дедушка мой, а его брат, хирург, врач, он дошел до Румынии, потом был, по-моему, ранен, я точно не помню. Вот, с первого дня дед мой очень много строил, и тоннелей, и даже есть там до сих пор дощечки, мемориальные, что он там построил. И вообще в нашей семье, и вообще всегда это было, и то, что сегодня происходит, это чисто конъюнктура, политиканство, геополитические, просто немножко люди, люди вдруг сегодня от того, что традиции пропали, и шоры, которые раньше как-то ограждали и политиков, и государства от некорректности или от каких-то странных претензий. Сегодня вдруг это все разрушено, и вседозволенность порождает невероятные вещи. Поэтому я думаю, что правда, Бог не в силе, а в правде. Поэтому правда всегда восторжествует. И у нас есть ответ, миллионы погибших, отдавшие свою жизнь в тылу. И Ташкент, который был городом, принявший огромное количество фабрик, заводов и людей просто. Узбейки делились лепешкой. Там был весь цвет. Мне просто это мои родители рассказывают. Там была и Ахматова, и театры, и оперные консерватории, и так далее, и так далее. Вся Россия была, и жила она и в бедных семьях, и в Ашхабаде. Это везде было. Это было братство, и люди делились, и это был город уникальный. Поэтому я думаю, это из биографии нельзя убрать, потому что это на крови. А то, что там существует слабоблудство, оно, наверное, должно быть как, наверное, предупреждение нам, что мы уши не развешивали и понимали, что мы сможем спасти сами себя только, быть сопричастными друг к другу, с уважением. И невероятная дача. Хватит воровать, хватит врать, хватит быть. Сегодня ты в полусуда, завтра ты в полусуда. Да, нам нужно понять, что отечество тоже в опасности. И как страшно, что все может повториться, и оно повторяется. Кто мог представить, что мы можем сегодня об Украине говорить какие-то вещи, что сегодня байкеров там туда не пустили. Понимаете? В Польшу не пустили. Хотя я там была в тысячу раз и на фестивалях, и на джазах, и на... В общем, эти вещи, они трансформируются невероятно в сознании. Но я имею опыт прошлого и сегодняшнего. И я думаю, что должно так быть, как должно быть. И надо это принять. И понимаю, что сегодня новый уровень взаимоотношений и новая карта мира, в которой Россия должна быть сильной, полноценной и очень независимой.